Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, в заключении нашего служения я хотел бы вместе с вами обратиться к тексту Священного Писания, который записан в Первом Послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, прочитаем 7 и 8 стих. В 7 стихе я прочитаю только несколько слов, последнюю фразу этого стиха. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас», 8 стих. «Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Дорогая Церковь, братья и сестры, события, которые мы сегодня рассуждаем, праздник Пасха, события чрезвычайной важности, это не только события Нового Завета, события, которые повествуют евангелисты, это не только отваленный камень, это не только жены мироносицы, которые пришли помазать тело Господа, это не только сияющий сильный ангел, который сошел и отвалил в камень и провозгласил о том, что Иисуса Христа нет во гробе, он воскрес. Праздник Пасхи корнями своими уходит в глубину истории взаимоотношений Бога с человечеством. Это один по своему значению, по своему содержанию, один из самых значимых праздников иудейского народа, а затем становятся и все христиан, и Церкви Господа Иисуса Христа. Поэтому Пасху Нового Завета невозможно понять без Пасхи Ветхого Завета. Впервые мы встречаем это слово «Пасха» в книге «Исход», 12 глава. Эта глава подробно регламентирует весь процесс подготовки людей, их жилища, их состояния, их действий, что они должны делать. Какие же были отличительные черты Ветхозаветней Пасхи? И что общего Пасхи Ветхого Завета с Пасхой Нового Завета? Позвольте поделиться сегодня три истины, три мысли хочу поделиться с вами. Прежде всего, итак, первое, что мы находим, Бог положил новое начало для народа израильского с началом празднования праздника Пасхи. Бог положил совершенно новое начало для этого народа, как это было определено, каким образом это было сказано народу. Давайте откроем, у кого есть в Библии, 12 главу книги «Исход». Уже со 2 стиха обратите внимание на повеление, которое дает Господь. «Месяц сей да будет у вас началом месяцев. Первый да будет он у вас между месяцев года». Обратите внимание, Бог повелел, чтобы месяц, в который они будут праздновать Пасху, был каким месяцем? Первым. В действительности, братья и сестры, события, в которых развивались, это был седьмой месяц. Это был седьмой месяц, и вдруг Господь останавливает историю своего народа. Тот порядок привычных вещей, которые люди привыкли исчислять, день, месяц. И Бог говорит, этот месяц будет первым. Еврейский народ. И до сегодня первый месяц начинается с месяца Ниссан или Авив, в который они празднуют Пасху. Братья и сестры, вот это серьезное изменение в жизни целого народа связано с тем, что Бог придавал очень важное значение тому, что будет происходить в их домах, в их семьях, в их последующей жизни для всего народа. Ну вот представьте себе, мы тоже как-то привыкли, может быть, уже, когда начинается Новый год. Вот, 1 января. Правда, мы в нашей жизни как-то говорим, ну, что-то начало новое. Мы собираемся вместе в церкви, мы благодарим Господа, мы просим благословения на предстоящий год, мы как-то планируем, кто-то называет, может быть, жизнь с чистого листа начать, как-то обновить свои отношения с Богом, друг с другом, в семье. Мы тоже как-то понимаем, что начало Нового года, друзья, и для народа израильского не слышат. Говорят, вот этот месяц теперь будет первым месяцем для вашего праздника. Братья и сестры, какой же духовный смысл означает это выражение? Начало месяцев для нас с вами. Обратите внимание, если для израильского народа вот это изменение, которое произошло в их порядке вещей, в исчислении, было предназначено только для одного народа. Братья и сестры, с приходами Иисуса Христа, для всего человечества начинается совершенно новый порядок, начинается новое летоисчисление с приходом Иисуса Христа. Бог разделил время для израильского народа до Пасхи и положил начало новому периоду, когда народ обретает совершенно новую жизнь. Точно так же Бог разделил время до рождения Христа и время с приходом Христа в этот мир. Поэтому вместе с апостолом Павлом мы можем говорить эти драгоценные слова, которые он записал во 2-м послании Коринфянам, 5-я глава, 17-й стих. Итак, кто во Христе, тот, что новая тварь. Древнее прошло, апостол Павел говорит, а теперь все новое. Вторая мысль, которую хочу поделиться кратко. Пасха была началом не только нового исчисления во времени для евреев и началом новой жизни и свободы от рабства египетского. Долгих 430 лет этот народ находился в рабстве. Можете себе все представить, вся их жизнь долгих 430 лет. С поколения в поколение рождаются дети, и они становятся рабами. Из немногих текстов Священного Писания и истории Ветхого Завета мы узнаем, настолько трагическая жизнь их оказалась после смерти Иосифа, после смерти фараона, который уже не знал, после смерти фараона, который знал Иосифа, но восстал новый, они стали рабами. Тяжелая их жизнь была невыносимой, был вопль к Богу. Братья и сестры, что могло изменить эти обстоятельства? Был один только выход, это избавление, которое мог дать только Бог. И оно пришло. И пришло в очень необычном виде, не в обычном повелении Господа. Мы знаем из истории Ветхого Завета, как Господь совершил в Египте уже 9 казней. Он уже потряс Египет. Фараон видел, что это явление, сверхъестественное вмешательство, Бога, но ожесточенное сердце, он не отпускает народ. И тогда Господь через Моисея и Арона дает повеление, говорит, я произведу суд над Египтом. Во всякой семье у египтян будет поражен первенец. Как спастись от этого ангела-губителя? Каким образом могут сохраниться народ Божий? Братья-сёстры, и Бог дает точное, подробное повеление для народа израильского. В 12 главе книга Исход дает подробное повеление. Что должно быть, братья-сёстры? Каждая семья должна была позаботиться, чтобы в доме был Агнец, однолетний, чистый, непорочный, и хранился до 14 дня месяца. Затем Агнец должен быть умерщвлен. Кровь Агнца – это было особое средство защиты. Пучком Исопа нужно было помазать косяки дверей, перекладине снаружи. Для чего? Для того, чтобы ангел-губитель, когда будет идти поражать Египет, мог пройти как? Мимо. Впервые, братья-сёстры, в книге Библии мы встречаем вот это слово в 12 главе книги Исход на языке оригинального, первоначальное значение этого слова – Песах, что значит пройти мимо. Но для избавления и этого еще недостаточно было. Бог дает повеление о том, чтобы этот Агнец, который был заклан, был особым образом приготовлен. Он должен был испечен. И этого Агнца нужно было вкушать. Не просто попробовать, друзья. Бог сказал, чтобы Агнец был вкушен, его нужно было съедать всего. Если останется, то нужно было его сжечь на огне. Каждая семья, каждой семье были даны точные указания даже, как вкушать этого Агца. Книга Исход, 12 глава, 11 стих, читаю. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня». Братья и сестры, как мы видим, в ночь, когда была совершена Пасха, было началом новой жизни для народа израильского. Жизни свободы. В продолжении многих лет они были рабами, братья и сестры, но с той минуты, когда были помазаны косяки дверей перекладина, они стали народом царственным. С той минуты, когда прошел губитель мимо, они становятся особым народом царским, им открываются двери, им открывается свобода, им открывается путь в новую жизнь, в новую обетованную землю, о которой Господь обещал. Пасха Ветхого Завета в своих символах была только прообразом, братья и сестры, прообразом совершенной жертвы, которую должен был принести истинный Агнец Божий, Иисус Христос. И если смерть Агца Ветхого Завета, которая была в каждой семье, даровала свободу от рабства только одному народу, то смерть Господа Иисуса Христа даровала свободу всему человечеству, всем людям, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Для верующих в Новый Завет, братья и сестры, праздник Пасхи непосредственно связан с заместительной жертвой Иисуса Христа и Его чудесным воскресением, как результат победы над грехом, над смертью, над дьяволом. Братья и сестры, в четверг у нас было особое служение. Мы вспоминали с вами последние дни Господа Иисуса Христа и Его страданий. И среди этих событий мы совершали и вспоминали с вами особое событие. когда Иисус Христос совершал своими учениками Пасху. И Писание говорит, что Он очень желал, чтобы эта Пасха совершалась. Он Сам дал точные указания, как некогда Бог дал указания народу израильскому. Господь дает указания своим ученикам. И обратите внимание, как описывает это Евангелист Лука. 22 глава 7 стиха будем читать, выборочно будем читать. Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального акца. И послал Иисус Петра Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. 13 стих, пожалуйста. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. 14 стих. И когда настал час, Он возлег и двенадцать апостолов с ними. 15 стих. И сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Просестры, у меня вопрос для всех нас. Апостолы, ученики, приготовили какую Пасху? Ветхозаветнюю Пасху. Там присутствовало все, и агнец, и горькие травы. Там присутствовало все. И вот интересно, когда Господь Иисус Христос, находясь на этой вечере, Он берет в руки хлеб, Слово Божие говорит, Он его благословляет, Он его преломляет, Он раздает Своим ученикам и вдруг произносит следующие слова и говорит, «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание». Возможно, до сердца, до слуха учеников еще не дошло глубокое, полное значение этих драгоценных слов, которые мы с вами понимаем, читаем, братья и сестры. Но это было положено новое начало, новые взаимоотношения Бога с человеком. В руки Иисус Христос берет чашу и произносит следующие слова «Сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». Празднование Пасхи Ветхого Завета обретает совершенно новый смысл и значение, потому что в центре, братья и сестры, не запеченный на огне агнец, а живой Христос, которого уже приготовили, Мария, которого помазала уже и приготовила его, и который говорит о себе «Это тело мое, это кровь моя за вас изливаемая». И так мы видим, что между Пасхой Ветхого Завета и Нового Завета есть глубокая связь и духовное сходство. И повторяю, без понимания Пасхи Ветхого Завета мы не сможем понять значение и смысл Нового Завета. И третья мысль, которую хотелось бы поделиться, это то, что когда народ израильский совершил Пасху в Египте, исполнилось обетование Бога, которое он дал Аврааму. Это обетование Господь сказал еще в 15 главе книги «Бытие». Помните, когда мы читаем эту главу, это были особые обстоятельства и в особых условиях Бог пообещал Аврааму о том, что от тебя произведу народ. Господь убеждал, Господь показывал, Господь приводил на память ему те бесчисленные, может быть, и обетования, он приводил ему в примеры песок, звезды, и говорит, такое будет у тебя потомство. И вы знаете, Господь же тогда сказал, что народ твой будет находиться в рабстве, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом. Конечно, Господь не забывал свой народ, братья и сестры, когда мы думаем, неужели Господь пообещал о том, что будет народ и как-то был оставлен. Нет, на протяжении вот этого периода после обещания Аврааму мы читаем многие книги о бытие, развитии, события, братья и сестры. Мы видим, как Бог работает в жизни Иосифа, которого продают в рабство, как приходит его туда семья, как Господь благословляет, они размножились, Господь их обильно благословил. Мы видим особое благословение и участие Бога в жизни народа, но в отдельных личностях. Иосиф, а история Моисея, братья и сестры, которую Господь избрал для того, чтобы он предводителем и мог выйти и вывести народ Божий с этого рабства. Братья и сестры, это удивительная история. Но вы знаете, мы встречаем только в книге Исход, в третьей главе, когда Бог через Моисея вспоминает вот эти обетования, данные Аврааму, и говорит ему о том, что он теперь будет Богом для всего множества этого народа. Обратите внимание, какие глубокие слова услышал Моисей, когда он увидел горящий куст, когда мы читаем 3 глава 6 стих, книги Исход, и сказал, «Я Бог Отца Твоего». Какие глубокие слова, «Я Бог Отца Твоего», Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. В последующих главах, в последующих событиях мы неоднократно встречать будем это обращение, «Я Бог, Я Бог Авраама, Исаака, Иакова, Отцов Твоих». Помните, когда Господь избрал Моисея и говорил, что «Ты будешь», Он спрашивал, «Господи, я косноязычный, неречистый, когда спросят, кто послал?» И Бог открывает, «Скажи, сущий послал меня к вам». Иегов, он говорит, раньше не открывался с этим именем, а теперь открывается для народа и Егова, сущий, Господь посылает. И обратите внимание, он говорит дальше, Моисей закрыл лицо своем в этом же шестом стихе, «Потому что боялся воззреть на Бога и сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его, я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египта и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Братья и сестры, после совершения Пасхи на следующий день народ выходит из рабства, мы знаем эту историю, выходит с большим богатством, имущество и идет в землю обитованный. Братья и сестры, у него особые уже отношения с Богом. Обратите внимание, только кратко мы коснемся нескольких моментов, когда видим, что Господь становится во главе своего народа. Когда шел народ, помните, народ шел впереди, кто шел? Господь, но он шел в огне огненном и столбе облачном. Он сопровождал, говорит, я сам пойду впереди своего народа. Воды Черного моря раступились перед этим народом, потому что Господь шел. Народ получил новую жизнь, братья и сестры, абсолютно новую жизнь. Жизнь, которая называлась свобода от рабства. И многие еще удивлялись, как это может быть. Братья и сестры, народ получил новую пищу. Еда у них стала новая, знаете, какая с неба приходила. Манную каждое утро народ принимал. Народ получил воду из скалы. Глубокий прообраз, согласитесь. Мы говорим, Пасха наша, это кто? Это Христос. Какая глубокая взаимосвязь между Ветхозаветами, событиями и Нового Завета. Народ получает десять заповедей. Народ получает закон, который помогает, регламентирует ихнюю жизнь отношений Бога между Богом и друг другом. Господь повелевает Моисею построить в пустыне с кинью, в котором бы совершались богослужения и жертвоприношения. Это особое тоже время. Пасха для народа израильского стала началом пути в обетованную землю. У Бога был план. Бог приготовил землю, где течет молоко и мед. Братья и сестры, совершенное в Египте стало началом для одного народа, только народа израильского. То Пасха Нового Завета открывает дверь для всего человечества, потому что Пасха наша, братья и сестры, это не испеченный Агнец, это Христос, закланный за нас. И заповедь совершать Новозаветную Пасху дается уже апостолам. Дается уже апостолам, которые станут столпами церкви. И обещание Господа создать церковь свою начинает совершаться исполнением обетования с пасхальных событий, братья и сестры. С пасхальных событий начинает совершаться обетование, данное Господом, что Он создал в себе особый народ, народ святый. И как мы читаем посол Петр, говорит в первом послании 2 глава 9 стих, но вы род избранный, царственное священство, народ святые, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Пасха Новозавета, страдания Иисуса Христа, Его воскресенье, братья и сестры, дали возможность Богу искупить всего человечества из этого огромного числа людей. Бог избирает себе церковь. Только Христос является нашей новозаветней Пасхой. Христос для церкви стал этим новым хлебом, прообразом, как манна небесная была прообразом. Христос это Бог, пришедший во плоти. Христос для церкви стал путем истинной и жизни. Братья и сестры, и то, что происходило в пустыне, в Скинии, это являлось только прообразом того, что будет происходить на земле в будущем. И сегодня у Господа миллионы спасенных душ, которые совершают свое поклонение, богослужение, прежде всего в своем храме, потому что тело стало храмом для Духа Святого. Миллионы душ сегодня, братья и сестры, собираются в поместных церквях, как живая церковь, прославляя Господа и проповедуя Его Святое Евангелие. Если путь для народа был открыт в обетованную землю на этой земле, братья и сестры, то Пасха Иисуса Христа, Его смерть и воскресенье открыла для нас, братья и сестры, новый путь в небесный Иерусалим. Мы не ищем на этой земле обетованной земли, мы ищем Града, художник-строитель, о котором является Господь. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, возможно, кто-то сегодня задаст вопрос, почему так много сегодня говорится о страдании Христа? Ведь сегодня Христово воскресенье, может, сегодня нужно больше говорить о открытом гробе, другие события читать, братья и сестры. Хороший очень вопрос. Празднование Пасхи, настоящее празднование, неизбежно приводит нас сначала к сокрушению, а потом только к радости. Чтобы искренне поздравить друг друга, чтобы ответить на приветствие воистину воскрес, надо понять суть воскресения, которая неразрывно связана с закланием. Братья и сестры, прежде чем наступает праздник воскресения Иисуса Христа, мы проходим через горницу, где преломляется хлеб, принимается вино. Прежде чем наступает воскресение Христа, мы идем в Девсиманию и слышим молитву Христа. Прежде чем наступает воскресение Христа, мы идем на Голгофу и видим страдания Христа, и слышим возглас совершилось, и в нашем сегодня служении крест не устранен, только другая белая ткань. И сестры позаботились, чтобы слово надежда присутствовала одна из букв в виде тернового венца. Братья и сестры, а куда мы устраним это? Без распятия нет воскресения, без распятия нет искупления, без распятия нет оправдания, без распятия, нет отваленного камня, и не слышно слов ангела, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес, потому что Пасха наша это Христос заклан за нас, освобождение наше это Христос заклан за нас, прощение наше это Христос заклан за нас, праведность наша, которую мы сегодня слышали в первой проповеди это Христос заклан за нас, святость наша это Христос заклан за нас, воскресение наше это Христос заклан за нас, и в восьмом стихе апостол Павел провозглашает, поэтому будем праздновать будем праздновать но как вы знаете это удивительный текст, когда мы смотрим всю главу братья сестры это текст вот эти слова не помещены где-то в событиях о воскресении Иисуса Христа в апостольском может послании связано страданием и последующим воскресением этот текст помещен тогда, когда горе трагедия постигла коринстовскую церковь когда человек духовно упал грех церкви был и представляете апостол Павел провозглашает говорит будем праздновать но как он не говорит о внешних каких-то атрибутах о праздничных служениях о накрытом хорошем столе или еще что-то как гости гостей принимать он приводит очень две важных вестины восьмом стихе он говорит будем праздновать не со старой закваскою не закваскою порокой лукавства но сопресноками чистоты и истины порок это стойкое стремление ко греху это запинающий грех лукавство в подлинке означает злой нрав тяжелый характер и он упоминает слово закваска я думаю что в эти дни многие женщины приготовляют может быть а тесто дрожжевое использовали правда это закваску в чем ее опасность в духовном смысле в физическом смысле ее немного надо положить она растворится она заполнит все тесто чтобы оно поднялось это прообраз духовного смысла закваска греха невидимый который проникает и может заполнить всю жизнь весь характер все сердце всю семью поэтому Павел апостол Павел говорит будем праздновать и противоположность опресники это пресный хлеб прямо противоположный тем вещам которые мы говорили закваски пороку противопоставляется чистота и лукавство противопоставляется истина братья сестры будем праздновать очищая свое сердце свой характер свои мысли свои отношения с Господом вот что значит истинное празднование праздника Пасхи и последняя очень короткая мысль и будем молиться вы знаете братья сестры мы живем в этом изменяющемся мире и то что мир от вер Господа и то что общество в котором мы живем совершенно не понимает значения праздника Пасхи и там все мы свидетелями все эти атрибуты все что сегодня предлагается в магазин от братья сестры мы понимаем что это не имеет ничего общего с истинным значением праздника Пасхи и мы видим что с каждым поколением вот эта драгоценная истина а что есть Пасха она утрачивается мы не знаем сколько Господь продлит жизнь на этой земле но вы знаете Бог позаботился для народа израильского чтобы последующие поколения не утратили эту истину поэтому Господь оставил следующие слова в той же книге исход 12 главе где Господь дает подробно описание повеления как совершать Пасху там есть драгоценные интересные слова 26 по 28 стих прочитаем и когда скажут вам дети ваши что это за служение ответьте скажите это пасхальная жертва Господу который прошел мимо домов сынов Израиля в Египте когда поражал египтян и домы наши избавил и преклонился народ и поклонился дорогая церковь дорогие дорогие слушатели если Господь продлит нашу жизнь в нашей церкви будем праздновать и на следующий год праздник Пасхи и Рождество и Троицу но каждое начало месяца каждое воскресенье первое на этом месте будет стоять стол и на столе будет хлеб и вино и так бы хотелось чтобы дети наши внуки то поколение если Бог пролит жизнь придет и может быть сидя вот так маленькие сейчас они на этих скамеечках будут спрашивать свою маму или папу папа мама а что это такое мы могли сказать это пасхальная жертва это был день когда Господь помиловал нас потому что была принесена истинная жертва пасхальный агнец и последнее слово в этом стихе и преклонился народ и поклонился я предлагаю сейчас склониться пред Господом у кого есть возможность в кратких молитвах поблагодарить Господа за истинное значение Пасхи Христа закланного за нас аминь 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 что-то